В Черновцах общественные активисты обнаружили склад с гуманитарной помощью, да не простой, а слегка подпортившийся. Еще месяц назад продукты должны были отправить на передовую, но вместо этого они пылятся в гаражах. Кто же положил глаз на гуманитарный груз и почему от скандала уже открестились в облсовете, знает Ольга Паламарюк. Горох, крупы, мука, чай, масло. Масло ездит. Это видео активисты сняли на одном из складов Черновицкого облсовета. Именно сюда свозят гуманитарную помощь для бойцов АТО, а с недавних пор и жители Авдеевки. Пакеты с одеждой, консервацией, даже игрушки, тонны мертвого груза. Они находятся здесь уже месяц. Неудивительно, что за это время некоторые продукты покрылись плесенью. Очень много продуктов, харчевания. И олия, и масло, и крупы, и консервация разная. Продуктов действительно много. И, ну, естественно, есть и смотрят, потому что я так понимаю, что они уже долго там стоят. Волонтеры, которые, собственно, и собирали всю эту гуманитарку, оправдываются. Два грузовика уже отправили в Авдеевку, остальное передадут бойцам 80-й аэромобильной бригады. Почему этого не сделали до сих пор, не объясняют. Зато уверяют, никаких испорченных продуктов на складе нет. Разбилась одна трехлитровая банка с квашеной капустой. Вот она стоит под этим. Мы ее не выкинули, не встегли. И кульок, есть сало, которое не можно было отправить. Мы его лишили, чтобы отдать пса. Все. Вы можете это все, это просто великий грех сейчас говорить такие вещи, что у нас все зипсувалось. Обвинение активистов волонтеры называют клеветой с политическим подтекстом. Активисты возмущены, почему в ситуации до сих пор не мешались власти, склады областного совета. И о том, что там творится, председатель должен был знать. Но, как оказалось, Иван Мунтян не только не знал, что находится на складе, но и вообще был не в курсе, что такое существует. Я первый раз это слышу. И это кроме провокаций, брехней, со стороны тех людей, которые пишут, по-другому я не могу ответить на такие вопросы. Разбираться, почему так произошло, сотрудники прокуратуры пока не будут. Они пообщались с активистами, которые нашли просроченные продукты, но те почему-то отказались писать заявление. Ольга Поломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер. Черновцы.